Мы переходим к анализу педагогической деятельности выдающегося русского педагога Константина Дмитриевича Ушинского, который заслужил репутацию народного педагога и основоположника научной педагогики. Вот это как раз интересно. Его современники говорили о том, что Ушинский воистину народный педагог, как и Пушкин народный поэт. То есть Ушинский, личность Ушинского это достояние русской национальной культуры. И с другой стороны его называют основоположником научной педагогики. Но мы знаем, что педагогику как науку создал Ян Амос Каменский. Но вот эту традицию Яна Амоса Каменского в плане научного подхода к педагогике продолжил Константин Дмитриевич Ушинский. Даты его жизни таковы. Он родился 3 марта 1823 года и свою жизнь закончил 22 декабря 1870 года. То есть он прожил очень мало, всего-навсего чуть более 46 лет. И особенности его биографии таковы. Он являлся теоретиком и практиком образования. Вот это его роднит с его предшественниками, о которых мы говорили выше. Он противник бюрократизации образования и оторванности образования от реальной жизни. Он приверженец идеи народности образования. Вот почему его называли народным педагогом. Снова мы к этому возвращаемся. И Ушинский это образец требовательности к самому себе и принципиальности в педагогической деятельности. Ушинский оставил огромное теоретическое наследие. И основным его педагогическим научным трудом является книга «Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии». Другие его труды не менее известны. Это книги «Детский мир. Родное слово. О народности в общественном образовании. Опыт педагогической антропологии. А также многочисленные учебники и хрестоматий для школ». Несомненно, Ушинского, как и других деятелей педагогической мысли и практики, прежде всего интересовали вопросы воспитания. И Ушинский создал замечательную теорию воспитания. Теория воспитания Ушинского неразрывно связана с теорией обучения. И в целом с практикой педагогической деятельности. То есть вот его теория, она не оторвана от практики. Она не абстрактна. Она абсолютно конкретна. И, кстати, актуальна и до сего часа. Хотя на дворе стоит уже 21 век. А Ушинский действовал в 19 веке. Теория воспитания Ушинского – это часть педагогической системы, основанной на идеях народности, культуры сообразности и естествознания. То есть Ушинский считал, что воспитание должно быть культуросообразно, то есть соответствовать культуре того народа, к которому принадлежат ученики. И также и на основе естествознания. То есть он считал, что педагогической деятельностью очень важно учитывать физиологию, например, ученика. То есть это, конечно, роднит Ушинского и с Яном Амосом Каменским, и с Руссо, с Пестолосой и другими деятелями педагогической науки и практики. Цель воспитания по Ушинскому – это формирование гармонически развитой личности, немыслимой, без патриотизма, гражданственности, дисциплинированности и волевых качеств. То есть он считал, что человек, будущий, он должен быть каким? Разносторонним. И он предлагал довольно интересные методы воспитания. Первое – это использование библейского духовного ресурса. Ну, Ушинский был практикующим православным, был глубоко верующим человеком, и это видно просто по всей его педагогической деятельности, даже вот потому, как он ушел из жизни. Вот буквально за где-то мгновение до своей смерти он призвал в комнату, в которой он лежал тяжело больной, и вместе с семьей прочитал молитву «Отче наш». А потом он, членов семьи, выслал из комнаты, и когда они ушли, он умер. Вот это о многом говорит. Важно, как человек живет, но не менее важно, как он умирает. Второй момент. Если мы говорим о методах воспитания Ушинского, Ушинский считал, что очень важен личный пример высокой морали учителя. То есть, если учитель желает добиться высокой нравственности, в поведении ученика, то прежде всего он сам должен быть образцом этой нравственности. Третий метод воспитания – это стимулирование учеников к совершению высоконравственных поступков. Но здесь он просто является продолжателем мировоззрения иоганогенных пистолуций. Четвертое – постоянное упражнение учеников в совершении высоконравственных поступков. То есть, вот это интересно, не просто побуждение учеников к совершению добрых дел, но и постоянно их упражнять в этом следует. То есть, чтобы они постоянно это делали, без перерыва, непрестанно. Вот это как раз очень важно было, по мнению Ушинского. Пятый метод воспитания – преодоление учениками трудностей нравственного характера в процессе трудового и других видов обучения. Ну, понятно, что в процессе, например, трудового обучения, да и другого, профессионального, например, обучения, возникают трудности нравственного характера. Но, предположим, один ученик быстрее может выточить на токарном станке, предположим, какую-то фигуру из дерева или из металла, да, а другой медленнее. Но вот вопрос, как быть в этой ситуации тому ученику, который сделал быстрее? То есть, он должен помочь тому, кто делает медленно, да? То есть, вот это тоже вот интересный вопрос. Да, вот как это все проделать? И шестой метод – это убеждение, предостережение и поощрение учеников. Ушинский был категорическим противником физических наказаний или там морализаторства излишнего. То есть, вот очень часто дети отрицательно реагируют, когда их наказывают физически, это понятно, или когда им нудно и скучно читают мораль. Вот. Ушинский считал, что необходимо убеждать учеников, то есть, разъяснять им ясно, кратко, вот, как нужно поступать, да, и как поступать не нужно, вот. Но при этом убеждение, оно должно подкрепляться личным примером учителя. Вот, личным примером учителя. И этот, вот, этот личный пример, он очень много размышлял над вообще вопросом личного примера воспитания, будь то воспитания родительское или учительское, да, потому что ребенок, он воспитывается как в школе, так и дома. И вот этот личный пример, он очень важен. Я вот всегда вспоминаю свою маму, она меня вот тоже воспитывала исключительно личным примером. Например, она меня научила быть обязательным. То есть, если, вот, я что-то сказал, то я стараюсь это выполнить. И этому я научился у мамы. Причем мама не читала мне никакой морали, не говорила там, сынок, да вот надо вот выполнять данное слово. Этого не было вообще. Вот. Но я видел на практике, как она выполняла данное слово и старался походить на нее. У нее было, у меня были такие очень интересные примеры. Много таких примеров. Но я приведу только один. Где-то лет в шесть или в семь я очень любил конфеты-трюфели. Вот. Но они довольно редко продавались в Советском Союзе. Очень вкусные, дорогие конфеты я бы очень любил. И я просил маму вот купить трюфели на Новый год. На Новый 1967 год. То есть, мне было как раз где-то уже восемь лет в это время. И к великому... Мама пообещала, но к великому сожалению, в магазинах этих трюфелей не было. Но на Новый год я получил эти конфеты. Каким образом? Мама, помятуя о том, что она мне пообещала эти трюфели к Новому году, она сама их сделала. Она не была кондитером. Она их сама сделала. Она научилась их делать. Вот. Хотя она была инженером по профессии в области полиграфии. Более того, она изготовила фантики, да, обертки для трюфелей. Еще намного более красивее, чем эти обертки, которые делали на кондитерских фабриках. Упаковывали конфеты. И я на Новый 1967 год получил эти конфеты, эти трюфели. То есть, мама, если сказала, она выполнит 100%. Вот. Это был для меня пример. И я также, если я что-то сейчас пообещал, вот, я выполню. Чего бы мне это ни стоило, как поется в песне, даже в морге он будет играть. Да? Вот. Если ты сказал, я сделаю, то надо делать. Вот. И меня этому никто не учил. Мне говорили, Вовочка, надо вот это делать, вот точно нужно быть пунктуальным, нужно вот выполнять данное слово. Мне никто это не говорил об этом. Но я видел свою маму, это было для меня пример. Вот. И я сообразно этому примеру поступал. Вот на что Ушинский обращал внимание. То есть, очень важно в воспитании личный пример. Да мы ничего не добьемся. Вообще, от своих детей или от учеников в школе, если мы педагоги, если мы не можем своей личностью выявить примеры. Вот. То есть, это ясно, это логика элементарная. Ушинский предлагал, так же, как в качестве метода воспитания, предостережение. Вот. Предостережение. То есть, ну, в общем-то, если ученик что-то делает не так, то, в общем-то, Ушинский предлагал объяснить ему, что вот могут быть такие-то, такие-то, такие-то последствия, делая выводы. А вот решение ты должен принять сам. Вот это интересно. И он считал, что методом воспитания очень важным является поощрение учеников. Поощрение. Вот. То есть, важно поощрять. Вот. И поэтому ничего в этом плохого нет. В поощрении. Вот. Но только нужно это делать верно, грамотно. Поощрить так, чтобы это не было обидно другим, например, ученикам. Вот. То есть, это уже вот вопрос, да, вот, как бы, очень такой конкретный. И здесь требуется что от учебы? Ну, педагогическое мастерство. И все методы воспитания, по мнению Ушинского, они должны быть природой сообразны. И должны находиться в четком соответствии с возрастом воспитанников. Это то, о чем говорил Яна Москаменский, Жан-Жак Руссо и Аган Генрих Пестоводцы. Вот. То есть, вот эти идеи, да, они через века проходили. И совершенно в разных странах педагоги, они приходили к одному и тому же. Вот. Во многих вопросах. И вот также Ушинский разработал и теорию обучения. То есть, не только он был теоретиком воспитания, он был и теоретиком обучения. Вот. И практиком. Вот. Это вообще особый вопрос его педагогическая карьера. Она очень интересна. И очень много литературы желающие могут прочитать о его педагогической деятельности. Вот все то, о чем он говорил, о том, о чем он писал, вот, о чем мы сейчас говорим, это все не абстрактные какие-то отвлеченные идеи, как это было часто у кого? Жан-Жар-Куруссо. А у него все это было прожито и проделано. То есть, вот нет ничего в его теории такого, чего бы он не делал на практике. Вот. Так вот, по мнению Ушинского, цель обучения такова. Обучение это средство все-таки воспитания, по его мнению. И оно не замыкается на чисто дидактических задачах, на чисто дидактических, то есть, чисто обучающих задачах. В обучении приоритетно, по его мнению, классно-урочная система, предполагающая твердое расписание занятий, сочетание фронтальной и индивидуальной работы с учениками, чередование уроков по степени сложности. То есть, это его роднит с Гербартом, кстати, о котором мы говорили недавно. Вот. Только у Гербарта это все выглядело очень так жестоко, когда у него вот все это замыкалось, о чем он не говорил, все замыкалось на подавлении воли ученика. Ученик должен все время быть занят. Вот. Вот все время он должен что-то делать, 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 под контролем и вот учитель должен над ним давлеть. У Ушинского все было наоборот, но, тем не менее, вот с Гербартом его роднит что? Вот некая такая склонность к организованности, да, то есть, сам Ушинский был очень организованным человеком. Вот. И материал обучения, по мнению Ушинского, он должен быть посильным для учеников. То есть, вот, не должно быть ничего такого, от чего учитель бы надрывался. Вот. То есть, материал должен быть посильным. И важно при этом, по мнению Ушинского, использовать средства наглядности, да, вот, что роднит его с Иоганом Кедрихом Пестоводцем. Ушинский очень много размышлял о значении учителя. Значении учителя. По его мнению, учитель должен быть для учеников одновременно и отцом, и матерью. Очень похожи, да, на то, о чем писал в материнской школе Яна Москаменский, да, то, о чем многократно говорил Иоганн Генрих Пестоводц. Да, то есть, вот, очень важно вот в школе максимально организовать процесс обучения и воспитания близкий к семейной обстановке. Ну, возможно, это сверхзадача, но ведь дорогу-то расселит идущий. И не зря многие поколения педагогов, выдающиеся, говорили одно и то же, что школу, это не важно, какая-то там начальная, средняя или высшая, ее нельзя превращать в какое-то казенное учреждение, там, в подобии, там, тюрьмы или армии. ни в коем случае должна быть вот такая теплая семейная обстановка. И учитель, по мнению Шинского, он должен быть для учеников одновременно и отцом, и матерью. Вот. И на этом, кстати, будет строиться его авторитет. Не только на его познаниях, там, больших. Да, это очень важно, иметь огромное познание учителя, но важно то, чтобы к нему относились ученики как к родному. Вот. И, может быть, в опыте слушателей моих сейчас есть такие учителя, которые к своим ученикам, да, относились как к родным детям. Вот. Но, к великому сожалению, наверное, таких учителей все-таки мало. Но они есть, они есть. Вот. И поэтому сразу вспоминается библейский стих. Не все делайте с учителями, потому что учителем может стать не каждый. Не каждый. Вот. И вот, если учитель желает такого, как бы, стяжать авторитет, да, у учеников, авторитет нужен, несомненно, то он должен что? Мы опять к этому же приходим. К тому, о чем мы говорили, любить. Любить своих учеников. Какие бы они ни были, вот. Константин Дмитриевич Ушинский разработал систему требований к педагогам, который неукоснительно следовал сам всю свою жизнь. Каковы эти требования? Первое. При любых обстоятельствах сохранять внешнее спокойствие. Второе. Иметь прямоту в словах и в поступках. Третье. Действия должны быть обдуманными. Четвертое. Педагог должен обладать решительностью. Пятое. Избегать саморекламы и хвастовства успехами на педагогическом поприще. Шестое. Не допускать инерционности в мышлении и в действиях. Седьмое. Практиковать общественную и профессиональную активность. Восьмое. Разумно тратить заработанные деньги. Девятое. Ежедневно анализировать свои поступки. Ушинский противник бюрократизации образования. Он считал, что учитель не может нормально творчески работать, если вынужден составлять многочисленные планы, отчеты и тому подобное. Бумага казенная губит любое живое дело, считал он. Интересно, что сам Ушинский сталкивался с бюрократизацией, будучи преподавателем Демидровского лицея в Ярославле. Ну, вот в середине 19 века это частное учебное заведение, которое готовило юристов, считалось одним из самых лучших в России. И власти решили поднять статус вот этого учебного заведения, сделав его государственным. И вот как только статус учебного заведения повысился, как только это учебное заведение стало государственным, то качество преподавания юридических предметов, равно как и других, которые там преподавали, качество упало из-за обилия бумаг, которых требовало от преподавателей Министерства Просвещения. И вот Ушинский, будучи преподавателем, равно как и его коллеги, пытался противостоять вот этим бумажным бурям, которые охватили буквально вот это учебное заведение, но борьба оказалась неравной и в конце концов Ушинский и другие талантливые педагоги просто покинули вот это учебное заведение и как следствие ухода вот этих талантливых педагогов было и падение и качества образования и уже в последующие годы вот это учебное заведение именно вследствие бюрократизации оно стало таким обычным самурядным ну собственно каких было тогда немало в российской империи Константин Мишушинский считал недопустимой коррупцию в образовательной системе ибо она подрывает ее авторитет и он боролся с коррупцией работая в Гачинском Серовском институте под Петербургом ну он там столкнулся с такими явлениями как проставление преподавателями оценок за деньги получение учителями классного чина за деньги и воровство казенного имущества вот воровство пожертвований которые поступали в это учебное заведение ну вот кстати он будучи инспектором Гачинского сиротского института он навел там порядок и в общем это была такая большая радость для питомцев этого учебного заведения ну и также для вот всего педагогического сообщества в России но интересно что с бумагами вот в этом учебном заведении все было в порядке то есть вот эта бюрократизация образования она на самом деле не является противовесом например коррупционным явлением в педагогическом деле поэтому равно как вот коррупция и бюрократизация это по сути дела является звеньями одной цепи и они по мнению Ушинского были недопустимы в системе образования и несомненно что значение деятельности Константин Мичуршинского оно велико он определил развитие педагогической теории и практики в России в 19 и 20 веках придав делу организации народного образования строго научный характер удостовっ кредит super г